Ирина Шведская. Старинный комод. Читает Виктория Томина. Старинные вещи. Почему они так притягивают и манят нас? Что в них есть такое, что приковывает наш взгляд? Может, веет от них чем-то, чего лишил нас дух этого времени, чем-то стабильным и спокойным? К сожалению, далеко не всегда антикварные вещи несут с собой покой. Служа разным хозяевам, долгие годы они накапливают энергетику, которая далеко не всегда оказывается благостной, и довольно часто к таким вещам бывают привязаны духи. О подобном случае я расскажу в этой истории. И, может, мой рассказ поможет кому-то уберечься от опасности. Илона и Денис жили довольно дружно, растя двух сыновей пяти и шести лет. Не так давно они заселились в новый дом и по мере возможности обустраивали его. Не все отделочные работы были завершены, но семья, не желавшая ютиться в квартире с родителями, все равно переехала. Илона была художницей и, более всего, любила реставрировать старые антикварные вещи, даря им новую жизнь. Многие из своих работ она продавала, что же продать не удавалось, оставляла себе. В один из теплых погожих деньков Илона рассматривала сайт объявлений, ища подходящую мебель в детскую. Как вдруг воскликнула. Джекпот! Нельзя такое упускать! Она увидела объявление о продаже старинного комода за просто смешную цену. На фото это был действительно очень солидный комод, выполненный из цельного дуба, судя по описанию, еще до революции. Фасады его были украшены изысканной лепниной, ручки были медными, покрытые патиной. Ух, у Илоны аж мурашки пробежали, настолько впечатлила ее эта вещь. Но что было самым необычным, так это цена. Прекрасно сохранившийся комод стоил, как современный фабричный БУ. Единственным условием был самовывоз, и ехать нужно было далеко, в одну из находящихся на окраине области деревень. Но и на это Илона смогла уговорить своего мужа, который как раз имел возможность поехать на рабочей газели. Ближайшие выходные, оставив детей на попечение бабушки, молодые родители помчали в отдаленную деревеньку. Добирались они более двух часов. Когда, наконец, приехали к указанному адресу, то немало удивились. Перед ними был сгоревший наполовину дом. Денис остановил машину, и первые несколько мгновений супруги сидели в недоумении. Но, видимо, услышав звук мотора, из-за сараев вышла полная женщина лет сорока пяти и поприветствовала их. — Это дом нашей бабули, — говорила она, показывая на пепелище. — Сгорел две недели назад. Пожарные сказали, что старая проводка замкнула. Бабуля и до этого жаловалась на то, что розетки замыкает. — Бабушка не пострадала? — решила ради приличия уточнить Илона. — Да какой там? — печально отозвалась женщина. Задохнулась от дыма она. Вытащить не успели. Вот, кое-какие вещи остались хорошие. Не выкидывать же их. Женщина провела супругов в сарай, где, судя по всему, были сложены уцелевшие вещи из дома. Среди них на первом плане красовался комод. И да, он был таким же, как на фото, без сколов, без поломок. — Он, наверное, еще от прабабки вам достался? — поинтересовался Денис. — Нет-нет, мы купили его по объявлению полгода назад. Бабуля наша жаловалась, что постельное складывать некуда. Вот мы его и привезли ей из соседнего городка. Комод смогли погрузить в газель только после того, как позвали соседа. Настолько он был громоздкий и тяжелый, что только двое мужчин смогли его поднять. По приезду домой тоже пришлось искать помощников для выгрузки. Наконец комод установили в гостиной, где Илона решила работать над ним. Усевшись напротив покупки, женщина долго любовалась им, представляя, каким образом она его преобразит, в какие цвета покрасит. Браться за работу она решила сразу, на следующий день. Но ее планам не суждено было сбыться. Младший сын, проснувшись, начал жаловаться на головную боль и плохое самочувствие. Померив температуру, Илона увидела тревожные 38 градусов. Мальчик заболел. Причем внезапно, без всяких предпосылок. Приехавший врач не смог увидеть каких-либо однозначных симптомов, поэтому назначил витамины, жаропонижающие и кучу анализов. Илона закрутилась в переживаниях и заботах, и ей было уже не до комода. Ни в этот день, ни на следующий, и даже спустя неделю. Как только младшему стало лучше, заболел старший. И все это свалилось на плечи Илоны, так как она была дома, не имея постоянной работы. Но болезни мальчиков были не единственной ее заботой. Крохотный той терьер начал выть по ночам. Песику было всего два года, и никогда до этого ничего подобного не происходило. К тому же сон Илоны с каждой ночью становился все хуже и хуже. По непонятной причине женщина начала просыпаться в холодном поту, трясясь от страха, словно над ней нависло черное нечто, полное злобы и ярости. Она успокаивалась от спокойного дыхания мужа и снова проваливалась в сон. Илона объясняла себе все это стрессом, нехваткой витаминов и хандрой, а поведение пса тем, что ему скучно, когда все спят. Но настала ночь, после которой она всерьез задумалась о происходящем. Мальчики занимали одну комнату. Площадь дома позволяла расселить их по разным спальням, но они сами выразили желание остаться вместе. Ясно, что им вдвоем было веселей, и они постоянно занимали друг друга играми. Родители часто сквозь пальцы смотрели на то, что шепоты с мешки из детской доносились допоздна. В ту ночь Илона проснулась. Было темно, но не тихо. Какой-то звук раздражал слух. Женщина вначале с просонья не поняла, но потом стала прислушиваться и разобрала, что это звучит песенка из игрушки трансформера, которой часто играли мальчики. Но одно дело, когда эта глупая песенка играет днем, едва различимая среди сотен других звуков, и другое дело, когда она играет ночью в абсолютной тишине. Кроме того, параллельно с музыкой слышалось порыкивание и паскуливание, явно принадлежащее их песику. Илона посмотрела на часы. Два тридцать ночи. Ох, как не хотелось вставать. Ну и сорванцы. Надо же додуматься включить трансформера ночью. Илона повернулась к мужу, но тот сладко сопел. Понимая, что ему рано вставать на работу, Илона тихо поднялась и, не найдя тапочек, босиком поплелась в детскую. Включив свет в коридоре, она увидела довольно странную картину. Пес сидел перед закрытыми дверями детской и, неотрывно глядя на дверную ручку, издавал те самые звуки. От созерцания его не отвлекло и то, что появилась хозяйка и включила свет. В тот момент у Илоны, которая еще не проснулась до конца, почему-то по спине пробежали мурашки. — Чарли, Чарли, ты чего? — сказала она питомцу, погладив его между ушами. В тот момент она явно ощутила, насколько напряжено его тельце. — Мальчики, совесть имейте! — сказала она, входя в детскую. В ответ ей была тишина. Дурацкая музыка отыграла и замолкла, но и сыновья не отзывались. Илона включила свет и сдрогнула от неожиданности. Оба мальчика сидели на одной кровати, прижавшись друг к другу и молча на нее смотрели. Оба были бледные, как простыня, словно вся кровь отступила от их лиц. Игрушка, которая разбудила Илону, стояла на своем месте, на полочке. — Вы почему не спите? Почему трансформера включили? — спросила она растерянно. — Он... он сам... — тихо прошептал младший. — Мы тоже проснулись от песни, — сказал старший. — Я подошел и выключил его, но не успел я в кровать свою лечь, как он снова заиграл. Вот я и запрыгнул к Теме, потому что испугался. Все это было похоже на детские шалости, обычные для малышни. Но мать хорошо знает своих детей. И в этот момент Илона видела в них то, в чем ее невозможно было обмануть — неподдельный страх. Она уложила сыновей в их кровати, наказала спать и не шалить, и направилась к выходу. — Мама! — позвал старший Леша. — Унеси трансформера. Он пугает. Илона не сомневалась в искренности сына. Она взяла игрушку и понесла ее с собой. Дверь в детскую она не закрыла, так как Чарли забежал к мальчикам и улегся у кровати одного из них. — Может, замыкает что-то? Вот он и включается, — подумала она. И, вытащив батарейку, поставила игрушку у лестницы, ведущей на первый этаж. Уснула она почти сразу. Вот только сон ее не был спокоен. Ей снилось, что она снова включилась, та дурацкая песенка, что она снова играет и раздражает слух. Все эти ночные кошмары так ее замучили, что она обрадовалась будильнику. Впереди был новый день. Вся семья собралась за завтраком. Илона предвкушала день, в котором она останется одна и, наконец, займется творчеством. Как вдруг младший сын Артем сказал. — Мам, а ты слышала, как ночью включался трансформер? — Ну, конечно, — ответила она удивленно. — Это разбудило меня, и я пришла к вам. — Нет, не тогда, — присоединился старший. — Когда ты унесла его, он потом включался раз пять еще. И тогда Илона ощутила, как волосы зашевелились у нее на голове. Она ничего не ответила, но после завтрака незаметно сунула игрушку в мусорный пакет и плотно завязала. И только когда муж вынес мусор, ей стало легче на душе. Денис уехал, увезя мальчиков. Илона погуляла с Чарли и, сделав уборку, снова села напротив комода. Творческое вдохновение захватывало ее все больше. Все страхи и переживания, связанные с беспокойной ночью, отступили. Она принесла свои краски и начала смешивать образцы цвета, чтобы найти наиболее подходящий и воодушевляющий. Наконец, найдя нужный вариант, Илона решила приступать и для начала разобрать ящики. Как только она взялась за первый ящик, услышала приглушенный рык. Чарли, который все это время лежал и наблюдал за хозяйкой, вдруг вскочил и начал рычать. — Да что с тобой случилось? — воскликнула женщина. Она повернулась в сторону питомца, одновременно берясь за ящик. И вдруг ее рука сорвалась, и Илона закричала от боли. Оказывается, сбоку ящика торчал острый гвоздь, о которой женщина сильно поцарапала правую ладонь. Кровь побежала тонкой струйкой, рана была глубокой и болезненной, и даже после обработки лишила Илону возможности работать с красками. Расстроенная, она решила заняться другими делами. Вечером, когда вернулся муж, Илона первым делом пожаловалась на ранение и злополучный гвоздь, ставший его причиной. Денис пообещал жене решить эту проблему и после ужина, захватив молоток, отправился в комоду. — Илон! — позвал он спустя пару минут. — Илона, покажи мне гвоздь! — Вот растяпа, — думала Илона, спеша на помощь мужу. — Я же подробно описала ему, где этот гвоздь. Как можно не заметить? Женщина подошла к мужу, поверхность была абсолютно гладкой. — Ничего не понимаю, — прошептала она. — Порез есть, а гвоздя нет. Не мог же он сам с собой убраться. Супруги еще долго рассматривали ящики в поисках гвоздя. Наконец Денис потерял интерес к этой затее и пошел отдыхать, а Илона, оставшись одна в гостиной, снова испытала то странное чувство, когда мурашки бегут по спине и доходят до макушки, шевеля волосы на голове. Гвоздя не было, но шрам, заклеенный пластырем, был и болел. Вечер подходил к концу. Илона уложила спать детей и отправилась спать сама. Странная тревога сжимала ее сердце ледяными пальцами. Какое-то неприходящее и даже нарастающее чувство опасности не покидало ее, поэтому она оставила при открытыми двери детской и своей спальни. Болтовня с мужем обо всем и ни о чем расслабила ее, и она провалилась в сон. Илона открыла глаза. Темнота. Снова что-то разбудило ее. Не нащупав телефон, чтобы узнать время, она села в кровати и прислушалась. Голоса. Ночь. Муж спит рядом. Но там, в гостиной, голоса. Почему-то в тот момент женщине не было страшно. Она была охвачена другим чувством, раздражением. Да, ее очень раздражало, что кто-то вот так просто болтает в ее доме, не заботясь о том, что кого-то могут разбудить. Не раздумывая, Илона встала и пошла. Подойдя к лестнице, она стала слышать голоса разборчивей. Один был очень хорошо ей знаком, а другой был чужой, злой и очень противный. Скрипучий и хриплый. Илона пошла вниз. Никакого страха она по-прежнему не испытывала. В голове ее мыслей о том, как и кто мог оказаться в доме, совершенно не было. Но чем ниже по лестнице она спускалась, тем холоднее становилось. Словно на улице зима и открыта входная дверь. И в тот момент она не вспомнила, что на дворе лето. Наконец Илона, обхватив ладонями голые плечи, подошла к дверному проему, ведущему в гостиную. И вдруг обрадовалась. Посреди гостиной стояла ее бабушка, родная, самая любимая баба Тоня, которая так много заботилась о ней. Теплые чувства и прилив радости охватили Илону. Но что-то остановило ее от того, чтобы окликнуть бабулю. Мало того, увидев бабушку, женщина замерла, словно впав в ступор. Хотя сознание ее работало ясно. И в тот момент у нее в голове снова не было никаких мыслей. Не возникло вопроса, как бабушка попала к ней в дом, с кем она так жарко спорит. И да, в тот миг Илона совершенно не вспомнила о том, что баба Тоня восемь лет назад умерла. Бабушка стояла боком к Илоне, повернувшись лицом к собеседнику, который находился в непросматриваемой со стороны проема зоне. Казалось, она не видит Илону. — Я сожгу этот проклятый дом, — проскрепил чужой голос. — Не смей, ты не имеешь права. — Имею. Я ненавижу их. — Не смей, они тебе ничего не сделали. — Я сожгу их всех, они все задохнутся в дыму. — Не смей, у тебя нет права. — Сожгу. Не смей. Да Илоне долетели только эти слова, и только их она запомнила. Внезапно ее состояние изменилось, и она осознала, что видит человека, которого видеть не может. — Бабушка! — воскликнула она, делая шаг вперед. Баба Тоня резко повернулась к ней. — Это полностью была она. Ее глаза с теплыми лучиками-морщинками, ее брови, поднявшиеся домиком от переживания. — Стой! — скомандовала бабушка, выбрасывая вперед руку. — Стой! Берегись! Не опуская руку, которой она остановила Илону, бабушка подняла вторую и, указывая на своего невидимого собеседника, повторила твердым голосом. — Берегись! Илона вдруг осознала, что перед ней давно умершая родственница, и она закричала. Закричала так громко, что, казалось, могла сорвать голосовые связки, и... проснулась. — Илонка! Илонка! — муж тряс ее за плечи. — Илонка, ты так кричишь! Ты вся мокрая! Она обняла мужа, понимая, что вся покрыта потом. За окнами брезжил рассвет. — Ты так кричала! Что тебе снилось? — Денис с тревогой смотрел на жену, не отпуская ее плечи. — Баба Тоня! — ответила Илона растерянно. — Баба Тоня в доме у нас была. Денис прижал ее к себе, легонько укачивая. — Это лишь дурной сон. Не бери в голову. Поговорив еще немного с мужем, Илона пошла вниз готовить завтрак. Она спускалась по лестнице, шаг за шагом, вспоминая ночные видения все ярче. Возле дверного проема ведущего в гостиную она остановилась. В ее сознании четко вырисовался образ бабули из сна, с кем она спорила. Илона вошла в комнату и посмотрела в сторону, куда ей указывала бабушка. Там стоял комод. За ним были полки с цветами и всякими мелочами, но этот комод сейчас особенно колол ей глаза и выглядел абсолютно дисгармоничным. — Как я раньше не замечала этого? — изумила Илона. — Он же такой уродливый. Не подходит под наш интерьер. И вообще ни под какой интерьер не подходит. Он просто как гроб. Младший сынишка лежал в кровати дольше обычного и жаловался на головную боль. Градусник снова показал температуру. Снова высокую. Снова нужно оставлять его дома. Проводив мужа со старшим сыном, Илона занялась делами. Но как она не пыталась отвлечься? Образы из сна никак не шли из ее головы. Подошла очередь пылесосить первый этаж. Илона включила пылесос в розетку и вскрикнула. Розетка затрещала. Раздался запах сжженной резины. Женщина вытащила вилку и потрогала стену. Она была теплой. — Как может замыкать розетка, если дом построен год назад? — подумала Илона с недоумением. И тут в ее голове пронеслись воспоминания. Слова продавщицы комода. — Наша бабушка часто жаловалась, что розетки коротят. Слова, сказанные противным и скрипучим голосом сновидений. — Я сожгу их, а не задохнуться в дыму! Мурашки снова побежали у нее по спине, и взгляд медленно уперся в комод. Теперь Илона четко понимала, что должна сделать. Артемка капризничал и не хотел играть в гостиной. Он говорил, что там холодно и неуютно. Эти же чувства были и у Илоны. Действительно, несмотря на теплый солнечный день, в гостиной было как в погребе. Холодно, словно под землей. Даже маленький Чарли, которому все равно было где находиться, лишь бы с хозяйкой, не заходил в гостиную и лежал возле лестницы, наблюдая за действиями домочадцев издалека. Илона быстро приготовила еду и перебралась с сыном в спальню. Там они и провели остаток дня до приезда мужа. Не успел Денис переступить порог, как Илона бросилась к нему с крайне обеспокоенным видом. — Деня, нужно комод выкинуть. Срочно, прямо сейчас. Муж смотрел на нее с недоумением. — Мы ж его только купили. Я же вез тебя за ним на край света. Тогда Илона рассказала ему обо всем, что привело ее к такому решению. Обо всех своих страхах, наблюдениях, подробностях сна. Но было видно, что муж не воспринимает ее слова всерьез. Он мог объяснить происходящее чем угодно, с течением обстоятельств, накопившимся стрессом, халтурой электриков. Но он никак не мог впустить в свое сознание никакие мистические причины. Выслушав жену, он лишь устало потер лоб. — Я хочу поесть и поспать. Утром подумаю об этом, — сказал он, направляясь на кухню. Ужин прошел почти молча. Лишь болтовня мальчишек разбавляла напряжение. Пообещав утром починить розетку, Денис отправился спать. Прошедший день был особенно тяжелым, и он просто пошатывался от усталости. Илона же погрузилась в переживания и сомнения, думая, как ей разрешить проблему. Денис проснулся посреди ночи. Хотелось в туалет. — Сколько раз говорил себе, не пей столько чая перед сном, — подумал он, с трудом вставая. — Что за звуки? Поскуливание и порыкивание. Чарли, что ли? Мужчина вышел из спальни и увидел, что песик сидит у спуска с лестницы. Тело его было напряженным, и все внимание направлено вниз. При этом он, лишь мельком взглянув на хозяина, все так же издавал тихое рычание. Денис, до конца не проснувшись, пошел в туалет. Когда же выходил обратно, то увидел все ту же картину. Чарли, не отрываясь, смотрел вниз, издавая тревожные тихие звуки. — Эй, малой, что с тобой? — спросил он, потормошив песика. И тут Денис ощутил холод. Снизу тянуло таким холодом, словно на улице зима, а входная дверь распахнута. Может, действительно забыли закрыть дверь, и она распахнулась? А может, и залез кто? Встревоженный такими мыслями, Денис схватил первое, что попалось под руку, и начал осторожно спускаться вниз. Сон как рукой сняло. Он старался не скрипеть, ступая плавно и осторожно, прислушиваясь к каждому шороху. В какие-то мгновения ему даже слышался едва уловимый шепот, а ощущение холода становилось все сильнее. Спустившись, мужчина осторожно заглянул в комнату. Тихо, темно, входная дверь заперта. Денис выдохнул. Он прошел немного вперед и осмотрелся. Свет включать не хотелось. Он повернул голову направо, налево, и... волосы по всему его телу встали дыбом. Со стороны комода к нему двигалась абсолютно темная, высокая фигура. Черт не было видно, словно это была сплошная темная клякса, и лишь глаза горели красным светом. Денис издал, наверное, самый громкий вопль в своей жизни, на который только были способны его легкие. Дуэтом ему начал вторить своим воем Чарли, правда, со второго этажа. Мужчина бросился к выключателю и нажал, но раздался треск и короткая вспышка. Переключатель замкнул и задымился. Теряя рассудок от страха, мужчина бросился к другому переключателю, но свет не включился. Сработал предохранитель. Он бросился к энергощиту, который был в коридоре, и дрожащими руками поднял рубильник предохранителя. Загорелся свет. Черной фигуры больше не было. Но от комода исходила такая жуть, что мужчина не в силах выносить давление, просто выскочил на улицу. И смог зайти обратно только тогда, когда его позвала из дома испуганная и сонная Илона, которая проснулась от его крика. Денис увел жену в спальню. До конца ночи супруги не спали. Они сидели с включенным во всем доме светом, ощущая, как его все больше наполняет холод. Слыша жуткий шепот, то тут, то там. Наблюдая, как маленький песик все ближе жмется к ним, с ужасом поглядывая на двери. Но все имеет свойство заканчиваться. И эта кошмарная ночь тоже подошла к концу. Когда небо за окнами начало светлеть, супруги, нервные и истощенные, стали успокаиваться. Не теряя ни минуты, Денис оделся и направился к комоду. Он вытащил его из дома сам, несмотря на вес, правда по частям. Вначале вынес ящики, потом остальное. Он разрубил топором все детали, не боясь грохотом ранним утром потревожить соседей. Тут же он развел костер и сжигал измельченные части. Илона стояла рядом и наблюдала. Вдруг она увидела что-то в самом углу, за верхним ящиком. Это был маленький полотняный мешочек. Ткань когда-то была белой, но теперь пожелтела и истончилась. Илона, подозревая, что это, взяла мешочек палочками и, оторвав тонкую нить, бросила его в костер. Огонь сразу вспыхнул ярким синеватым светом. Ткань быстро обгорела и обнажила содержимое. Волосы, человеческие зубы и еще что-то, что скрыло пламя. В этот миг она ощутила невероятное давление на виски. На миг потемнело в глазах. Но все прошло. Сразу после уничтожения комода все странности прекратились. Дети перестали болеть, Чарли начал, как и прежде, крепко спать ночью. В доме снова было тепло. Вот только то Илоне, то Денису снились кошмарные сны. И казалось, на границе сна и бодрствования, что некая темная и страшная фигура стоит над кроватью и смотрит, смотрит жуткими красными глазами в ярости, не в силах ничего сделать.